Пятая редакция Подземелья и Драконов не идеальная, поэтому часто в ней что-то меняют под свои цели и нужды. Одна из таких вещей это добавление статуса Истощения после того, как ваши хиты опустились до нуля. Ее мы и рассмотрим в этом видеоролике. Всем привет, с вами Корос, вы на канале Нуанширма. Стартуем. Сперва давайте определимся с определениями. Истощение это состояние, которое отражает усталость персонажа от каких-то длительных негативных воздействий. Этот статус состоит из шести ступеней и каждая следующая ступень накладывается на предыдущие. Например, если у вас третья ступень, вы получаете эффекты от первой, второй и третьей, конечно же. Итак, давайте же о самих этих эффектах. Первая ступень накладывает помеху на все проверки характеристик. Сюда входят все проверки навыков, характеристик, инициативы и т.д. Но ни спасброски, ни атаки. Поэтому персонаж все еще боеспособен с первой степенью истощения. Вторая степень снижает скорость персонажа вдвое. Любую скорость, включая плавание, лазание и полет. Самое неприятное это уменьшение мобильности в бою. Еще такой дебаф делает невозможным побег из боя для персонажа игроков. И обеспечивает легкий побег из боя для монстров от самих игроков. Другой важный момент скорость путешествия. Партия может идти только на 3 четверти от своего стандартного темпа. Так как замедленный персонаж в обычном темпе идет в 2 раза медленнее. Но сам по себе может идти в быстром темпе. В 1,5 раза быстрее от половины. То есть 3 четверти от нормального темпа. Но персонаж все еще боеспособный. С этим можно смириться и жить. С третьей степенью истощения персонаж кидает спасброски и броски на попадание с помехой. Именно это переломный момент. Теперь персонаж существенно теряет боеспособности. Усталость берет свое и сражение может кардинально развернуться в другую сторону. Четвертая степень истощения снижает максимальное количество хп в 2 раза. Из-за такого уменьшения запаса здоровья получить новые ступени становится очень просто. Но даже с этой степенью истощения еще что-то можно сделать. У персонажа остались навыки и умения. И он может дать какой-то отпор. Слабый, но отпор. У него есть стандартная помощь. Многие заклинания не требуют бросков атаки. И можно использовать предметы. Такие как зелье и палочки с заклинаниями. Пятая степень истощения снижает скорость до нуля. Это ситуация из разряда, когда персонажа надо бросить при отступлении вместе с патронами и чипсами. Чтобы он задержал врагов. Но ваш персонаж теперь буквально обуза для партии. Так как вас придется носить на руках или тащить волоком. И шестая степень истощения убивает мгновенно и бесповоротно. Без спасбросков от смерти. И тут персонаж уже не может давать отпор. Если какой-то эффект снимает истощение, то он просто снижает его степень на единицу. Если не сказано обратного. Из-за этого персонажам приходится тратить больше ресурсов и времени на восстановление своих сил. Например, персонаж с четвертой степенью истощения делает длительный отдых. И тогда на окончание длительного отдыха у персонажа будет третья степень истощения. Когда же в этой хбшке мы будем накладывать эти противные эффекты? Когда у персонажа опускаются хиты из нуля. Это понятно из краткого описания. В этот момент персонаж падает ничком, теряет сознание и роняет все в своих руках. А теперь вопрос. Зачем это делать? В первую очередь для того, чтобы избежать ситуации Ваньки в Станьке. Вы все знаете, что даже обычное заклинание лечащее слово легко выводит персонажа из бессознательного состояния в нуле хп. Только теперь персонаж с каждым таким падением будет хуже себя чувствовать. И игроки могут даже задуматься, а стоит ли лечить его в таком случае? Ведь он будет уже не такой сильный. Второй причиной будет увеличение ценности жизни. Теперь персонаж, который близок к падению в нули, будет более аккуратным в бою. Из-за этого изменятся его нарративные и механические действия. Это дает конкретное представление от такой ситуации. Поэтому у игрока появится повод менять мотивацию персонажа для такого случая. И третья немаловажная причина это восстановление. Последствия от изнуряющего боя будут отражаться в течение долгого времени. Персонаж сможет снять одну степень истощения за один длительный отдых. Поэтому после боя, в котором он получил 4 степени истощения, ему придется отдыхать 4 дня. Или он будет использовать уже заготовленные в игре возможности, такие как зелья или заклинания. Так мы, к слову, повысили их ценность. Итого, вывод простой. Такое правило делает сражение немного сложнее. Последствия становятся более близкими к реальности. И позволяют исключить многие нелепые ситуации. Из минусов это только подсчет истощения и фактически ввод в игру правила истощения. Потому что без этого хоумбрю, состояние истощения почти что не влияет на игровой процесс. И накладывается в очень редких ситуациях. Подсчет решается очень просто. В каждом чарлисте есть специальный пункт, предназначенный для контролирования этого момента. Как вам такой подход к истощению персонажей? Пишите в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам нравится наше творчество и вы хотите больше подобных видео. Спасибо за внимание. А Всеволоду и Магистру спасибо за редактирование текста. Увидимся в следующем видео.